МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. В праздничные выходные состоялась масса событий, в том числе международного уровня. Очередные матчи провели оренбургские команды зальных видов спорта. Волейболисты-нефтяник смогли преподнести сенсацию в Уфе. Урал, входящий в число лидеров Суперлиги, и начал по-хозяйски 25-12. Но то ли рано успокоились, то ли наши собрались. Нефтяник забрал два сета подряд. Уфимцы срочно стабилизировали игру, сравняли счет и в упорном тайбрейке 15-12, одержали победу в пяти партиях. А наши готовятся встречать Енисей. Баскетболистские надежды после тяжелого поражения в Самаре быстро пришли в себя. Из подмосковной спарты ошибок уже не повторяли. Первая четверть, как и на Волге, стала определяющей 25-11 в нашу пользу. В дальнейшей, уже равной игре, оренбурженки держали завоеванные преимущества и уверенно выиграли. Забили не так много, 69 очков, но зато и пропустили всего 49. В элитной шестерке надежда по-прежнему идет четвертой. А вот наш хоккей таким положением похвастать не может. Сезон провалили все клубы. В высшей лиге Южный Урал стартовал как один упорными матчами. Обыгрывал лидеров. Потом игра разладилась. Ближе к финишу у Арчан еще оставались теоретические шансы на плей-офф. Но они растаяли перед последней домашней серией, которую начали за здравие, обыграв Ишталь. А затем 2-9 от Нефтяника, 1-4 от Тороса и 0-2 от Молота. В отпуск южноуральцы отправились с 21-го места турнировой таблицы. В молодежной лиге сарматы и того ниже. Предпоследняя из 37 команд. Оренбуржцам осталось провести две домашние встречи с кузнецкими медведями. Из общего ряда не выбивается и хоккей с мячом. Локомотив начал как никогда бодро, обмениваясь победами с соперниками. Но потом железнодорожники сползли в черную полосу и финишировали последними в третьей группе высшей лиги. 20 матчей, 8 очков. Международное противостояние на Оренбургском ринге. В областном центре состоялась матчевая встреча между российскими и казахстанскими боксерами. Мероприятие, посвященное памяти нашего прославленного земляка, героя России Раиса Мустафина, провели очень своевременно, в Дни защитника Отечества. В зале арены на Марсовом поле полный аншлаг. Встречались сборные Западно-Казахстанской и Оренбургской областей. Удалось собрать хороший состав боксеров, чтобы ребята смогли получить хорошие спарринги и развитие дальше шло. Вообще такая матчевая встреча далеко не первая. В разные годы к нам приезжали сборные Актюбинской, Уральской областей, Алматы и Караганды. Да и практически любые крупные соревнования в Оренбурге не представить без боксеров из Казахстана, где этот вид спорта просто культовый. Взаимный интерес между властными структурами и общественными структурами позволяет, что со стороны Казахстана, я имею в виду, что со стороны России, позволяет эти турниры очень быстро организовать. Спорт, я считаю, он покажет себя именно с положительной стороны, как обработный союз сильных людей. Матч открывал поединок в наилегчайшем весе. Бузулучанин Артем Тамразян гораздо ниже своего соперника. Впервые выступал без шлема. Ну и, конечно, присутствовало стартовое волнение. Но с каждой минутой преимущества нашего земляка все отчетливее. Он напорист, разнообразен в действиях, да и просто выше класса. По истечении трех раундов ни у кого нет сомнений в его успехе. Был план на бой, больше работать через живот. В первом раунде у меня все получалось, и я с раунда к раунду начал прибавлять, и вот бой сложился в мою сторону. Победный почин успешно продолжили Оренбуржцы Шарипов и Шутов. Их соперники непростые, но наши парни действительно сильнее и выиграли единогласным решением судей. В весе до 60 килограмм, пожалуй, самый зрелищный поединок турнира. Соперник Нурлана Сафарова, актюбинец Бигбауов, поначалу выглядел интереснее, но по ходу боя Арчанин перехватил инициативу. Эмоции не раз перехлестывали через край. Вмешивались приемы борьбы. Зал ревел. В концовке силы хладнокровия осталось больше у Сафарова. Он принес Оренбургской сборной очередную победу. Такой стиль бой, что не нужно отдавать никакой раунду. Каждый раун нужно боксировать до конца. Лишь после четырех поражений подряд казахстанцы добились первого успеха. Однако разрыв в счете вернул Гарая. В следующей категории наш Ткачук из-за сильного рассечения не смог продолжить бой. Гости добыли вторую победу. Но хозяева не позволили им развить успех. Двадненко, Беляков и Бакиров перевели преимущество хозяев из уверенного во внушительное. Это особенно приятно в противостоянии с такими авторитетными соперниками. Казахстан, Узбекистан на сегодняшний день на мировой арене они очень достойно выступают. И, как говорится, надо с сильными. Если ты хочешь сам быть сильным, надо с сильными тренироваться, выступать и так далее. Из десяти поединков оренбуржцы выиграли восемь. Отличный результат в преддверии ближайших стартов окружных турниров. Юниорское первенство округа пройдет в конце марта в Бузулуке. А чемпионат стартует в Перми уже на следующей неделе. Это были новости спорта. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова